Среднеазиатские проекции ИГИЛ. 7 ноября 2019 года, 21-27. Семен Пегов, военкор, писатель, автор проекта «Уоганзе». Накануне в Таджикистане был атакован пограничный переход Ишкабот, который расположен на границе с Узбекистаном. Если верить официальным сообщениям из Душамбе, нападавшие были боевиками ИГИЛ, пришедшими на территорию страны из афганской провинции Кундус. По данным таджикских силовиков, 15 террористов уничтожены, пятеро взяты в плен. В результате боестолкновения пограничники и МВД также понесли потери, у них двое погибших. Опять же, по официальной версии, также по теме. Дестабилизировать ситуацию в стране, что известно об атаке боевиков ИГИЛ на таджикско-узбекской границе. Напавшие на пограничный пост на таджикско-узбекской границе были боевиками Исламского государства, заявили в Госкомитете. Произошедшее, очевидно, не просто случайная перестрелка с бандитами или накроторговцами. Нападение на пограничный пост классифицировать иначе, как хорошо спланированный террористический акт, просто-напросто нельзя. Даже несмотря на дозированную информацию, поступающую из Таджикистана, об этом говорит элементарная логика. Пограничники столкнулись с вооруженной бандой не где-нибудь в дикой местности, через которую проложены контрабандистские коридоры, а на официальном переходе между двумя государствами, то есть по факту, на административном и режимном объекте. Обычные преступники подобные места в принципе обходят стороной, а здесь целый отряд, 20 человек, фактически штурмуют по гранд заставу. То есть эти боевики именно что ставили своей целью вступить в бой с таджикскими силовиками, и это очень важный нюанс. На мой взгляд, здесь однозначно прослеживается игиловский почерк, и меня не смущает то обстоятельство, что в ИГИЛ не взяли на себя ответственность за это нападение. Такое и случается довольно часто, когда та или иная экстремистская ячейка действует автономно, не координируя свои операции с условным центром. К слову, курс на подобного рода автономности есть залог аномальной живучести этой террористической организации, против которой борется весь цивилизованный мир, но так и не может окончательно победить. Я уже неоднократно писал, что попытка создания халифата в Ираке и Сирии была лишь репетицией, и, по сути, мы наблюдали за тем, как радикально религиозные идеологи обкатывали на Ближнем Востоке пилотный проект будущего государства. Об этом говорят сразу несколько факторов. Например, на закате халифата, когда, в общем, было понятно, что ИГИЛ на Ближнем Востоке близко к полному разгрому, хотя определенные очаги и напряжения там остаются до сих пор, на ведущей должности в иерархии экстремистов начали назначать выходцев из Средней Азии, этнических таджиков, уйгуров, узбеков, киргизов и т.д. В частности, министром войны в ИГИЛ после ликвидации небезызвестного Абу Амара Ашишани, Тархана Батирашвили по паспорту, выходца из грузинской части Панкийского ущелья, был назначен бывший полковник таджикского ОМОНа Гулмрот Халимов, который в свое время оставил службу в силовых структурах Таджикистана и отправился муджахидом в Сирию. И если Тархан Батирашвили, возглавляя главное военное ведомство в ИГИЛ, консолидировал вокруг себя многочисленных выходцев с Кавказа, приехавших воевать за Халифат, то вокруг Гулморода Халимова сформировался костяк из ИГИЛовцев Средней Азиатов. Примечательно, что на закате Халифата на Ближнем Востоке то и дело появлялись новости о переброске террористического истеблишмента, к которому теперь принадлежали Халимов вместе с его окружением, в Афганистан и конкретно, в северные провинции, которые граничат со странами СНГ, а также с китайской уйгурей. Российские военные отработали оборону военной базы в Таджикистане. Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане отработали оборону военного городка Душанбинского гарнизона в рамках учений. Несмотря на то, что звучали заявления о ликвидации Халимова, я склонен относиться к ним с определенной долей сомнения, так как в случае гибели командира такого ранга террористы назначают на его место нового руководителя, формально соблюдая, таким образом, определенную атрибутику государственности. После сообщения о смерти Халимова никаких назначений не последовало. То есть по логике ИГИЛ именно Халимов продолжает оставаться министром войны. Реальное же местонахождение его доподлинно неизвестно. Это я все к чему. Еще года полтора назад я писал о том, что на границе с Таджикистаном, с афганской стороны, формируются многочисленные отряды из боевиков, успевших повоевать в ИГИЛ, большая часть из них, среднеазиатского происхождения. На тот момент флагов халифата они не поднимали, и, возможно, знамя, которое в итоге поднимут эти вооруженные формирования, будет отличаться от ИГИЛовского. Я предполагаю, что мы станем свидетелями попытки создания в Средней Азии модернизированного, то есть адаптированного к местным реалиям, исламского государства, которое будет грамотно и тонко играть на противоречиях внутри афганского народно-освободительного движения Талибан и учитывать прочую этническую и религиозную специфику региона. И когда мы говорим о вероятности вторжения такого рода сил на территорию стран СНГ, к этому нужно относиться более чем серьезно. Инцидент на пограничной заставе Ишкабот – яркое тому подтверждение. По сути, нападение на такой объект и есть вторжение, пускай не масштабное, разведывательное, но от разведки боем до полноценной атаки не так далеко. По информации моего коллеги, военкора Александра Сладкова, одно из возможных направлений еще одного удара, который могут нанести террористы – это горный Бадахшан. С афганской его стороны экстремистам уже удалось захватить несколько населенных пунктов, и выбитые оттуда местными силовиками радикалы оттянулись к горной границе с Таджикистаном. Из-за этого есть серьезные опасения, что теперь террористы попытаются завладеть населенными пунктами уже на таджикской территории Бадахшана. Делать это накануне зимы крайне удобно, так как из-за снега перевалы будут закрыты и у радикалов появится время как следует обжиться и укрепиться на местности. Учитывая, насколько серьезно были подготовлены и экипированы те боевики, что напали на погранпункт Ишкебот, ресурсы для подобной операции у террористов вполне могут быть. Исламское государство, ИГИЛ, организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года. Талибан, организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.